В конце июля Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Егором Борисовым, на которой президент России поддержал идею Илдархана о разработке программы ускоренного развития республики с учетом региональных особенностей. ИСЯ решила узнать, что думают об этом якутиане и какие изменения они хотели бы видеть в республике в ближайшее время. Я отношусь, конечно, к этому делу положительно, потому что там разговор шел до 2030 года. О развитии, о социально-экономическом развитии, о развитии промышленности, дорог, социальные вопросы, гуманитарные и так далее вопросы, рассказывал наш Илдархан. И я думаю, что Владимир Владимирович поддержал все предложения, которые были в этом проекте или в большом, огромном, перспективном плане развития республики. Он, мне кажется, в основном поддержал. И это очень хорошо, я считаю. А скажите, пожалуйста, какие, по вашему мнению, пункты должны войти в эту программу? Что сейчас необходимо для республики? Для республики очень необходимо строительство многих школ, дошкольных учреждений. Я как председатель Совета ветеранов педагогического труда республики, об этом я пекусь, думаю, что побольше школ было у нас. Школы у нас советского периода все устарели, все разрушаются. Вот это, мне кажется, на первом плане, потому что воспитание, развитие молодежи – это наша перспектива, это развитие нашей республики в целом. Очень перспективный вопрос – это строительство моста через Лену, чтобы была очень хорошая установлена связь с Иллин-Энером, и с теми улусами, районами за рекой, за нашей. Мне кажется, что республика в целом процветает, и очень много строительств, и, в общем, даже не знаю, но все идет очень хорошо, и все, мне кажется, все по плану, я думаю. Ну, знаете, тут люди по-разному относятся, но мне кажется, это продвижение вперед, по, как я считаю, как все республики, так, всего региона. Ну, я думаю, как-то вот в таком направлении. Мост через Лену. Вот в основном так вот. А так в республике, мне кажется, все есть, все, что нужно. Хорошо было бы мост, мост, где река Лена, да, построили бы, да, потому что я сама с Амги, потому что там постоянно вот проблема, там переправа паромная, да, очень нехорошо, когда вот люди страдают из-за этого, и машины, и дети, и мамочки, и папочки, ну, все-все-все. Учитывая, действительно, нашу отдаленность, географическую, территориальную от федеральных центров, учитывая наши климатические особенности, такую огромную территорию, конечно, нужно принимать решения, учитывающие эти обстоятельства. Ну, а пока мы живем по единым нормативам, так и единым для всей страны, поэтому мы испытываем такие определенные сложности, это отражается, ну, порой, вот такой вот в жизни, вот, например, вот по закрытию этих фельдшерско-акушерских пунктов, поскольку мы не соответствуем федеральным нормативам по плотности населения. Это особенность нашей республики, поэтому все эти нюансы должны учитываться. Ну, а мы живем в 21 веке, должны жить в соответствии с требованиями, все права у всех едины, поэтому единый доступ ко всем благам, ко всем ценностям должен быть, ну, единый подход, поэтому опережающее развитие крайне необходимо. Ну, а поскольку я из сферы культуры, то мы видим, что, учитывая вот эти, такую вот уже отдаленность, мы должны активно развивать развитие связей, информационных технологий в сфере культуры и обеспечить тем самым доступ всех якутян к культурным ценностям. Ну, для развития-то всегда прогреть. Ну, чтобы промышленность развивалась и сельское хозяйство. Тогда жизнь будет хорошо. Конечно, региональные особенности надо все развивать. Дороги улучшить. И детских садов, да, кстати, надо побольше строить, потому что я мама, многодетная мама, у меня четверо детей. Елена Бочкарева, Джулстан Трофимов, ЕСИА.